Представители властей и оппозиции Венесуэлы приехали в Мексику, где с 13 по 16 августа будут вести переговоры, призванные наметить выход из политического кризиса, в котором оказалась страна. От оппозиции в диалоге принимает участие несколько партий, в том числе и соратники Хуана Гуайдо. Сам он ранее подтвердил, что оппоненты правительства в Венесуэле пришли к консенсусу по вопросу о возможности соглашения с властями. Другой лидер оппозиции, бывший кандидат президента Венесуэлы Энрике Каприлес участвует в переговорах лично. Я считаю, что Мексика может помочь не только в решении политических вопросов, но и во всем, что касается графика проведения выборов и политических прав. Я считаю очень важным обсудить в Мексике также экономические и социальные вопросы, чтобы облегчить кризис, который переживает сейчас подавляющее большинство венесуэльцев. Мы, оппозиция, должны восстановить свои силы. Мы должны восстановиться, чтобы предложить альтернативу власти. Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство уже согласовало предварительную повестку для переговоров в Мексике, о которых он высказался так. Мы идем на диалог с Янки, оппозиционерами, с рабами правительства США. Мы идем на диалог. Мы должны вести диалог даже с дьяволом. Именно на такой диалог с дьяволом мы и идем. Мы идем с крестом, со святой водой, с благословением Бога, Творца неба и земли и Господа нашего, Иисуса Христа. Начать переговоры при участии международного сообщества предложил в мае Хуан Гуайдо. Мадуро, согласившись на диалог, выдвинул четыре условия. Участие в переговорах всех политических сил страны, признаниями органов государственной власти и их правомощности, отказ от насилия и снятия санкций с Венесуэлы.